Третья палата Да, это девочка после операции на щитовидной железе Рассчитано на 30 коек Здесь детки у нас находятся с нуля, то есть с первого года жизни и до 17 лет включительно Патология у нас разнообразная То есть все, начиная от аномалий полового развития, много сахарного диабета, ожирения и конечно же патология щитовидной железы Маленькие детки до 6 лет у нас с мамами, а дальше в частности девочка, она взрослая, ну как взрослая, ей 10 лет Но она только вышла у нас с реанимации после операции, поэтому бабушка днем с ней по уходу вот что-то где-то помочь А так вечером и ночью детки у нас сами, только до 6-летнего возраста Руководитель отдела профессор Нет, количество больных увеличивается Увеличивается количество больных с патологией роста и увеличивается количество больных с сахарным диабетом Конечно, ну это уже давно, с 90-го года Дел патологии половых желез, бесплодные братья, характерная дисфункция, нарушение половых функций при сахарном диабете и заболеваниях щитовидной железы Ну, отрицательно повлиял Чернобыль А вы спросите, какое время вы говорили? Во время укола не глотать, не разговаривать, не двигаться Сейчас глотнули, не глотаем Маленький уколчик, спокойно лежим, дышим неглубоко Вместо, несколько стиков Найдер Найдер Сейчас можно обливать Найдер Селы Да, уколовы, и несколько группы селы И последнее. В каждом ноделле мы вставляем несколько раз. В общем, два или три раза. В каждом ноделле. Вы можете видеть на экране... Мы вставляем разные части нодел. Механически. Потому что, в основном, фенолазпрессия... ...инлюдая два метода. Один из них... ...фенолазпрессия биописи. Когда мы возьмем... ...всех двери. И мы возьмем шансы... ...сакрыть с нодел. Другой техникой... ...сакрыть с фенолазпрессии. Наскрыть с фенолазпрессии... ...дирать механизмом... ...всех в нодел. В нодел. в нодул. Таким образом, мы используем этот метод. Мы делаем различные диагнозы в нодул. Мы делаем различные диагнозы в нодул. Это будет подсумчивать патологию, без патологии, метастазические боли, метастазические боли и метастазии лифтнодулы из разных сторон тела. Лифтнодулы, и так далее. Рак Америки Программу научную изучаем влияние различных доз радиоактивного йода на состояние щитовидной железы. Большая группа, которую мы наблюдаем с 1998 года, каждые два года их обследуют наши высококвалифицированные специалисты. Все они имеют дозы радиоактивного йода, которые получили в 1986 году. Все имеют дозы. Сейчас, за эти 16 лет, которые мы исследуем эту когорту, через каждые два года, диагностировано где-то 25% имели отклонения в состоянии щитовидной железы. Но среди них 177 раков. Как вы видите, если когорта сама 15,5 тысячи, то это один рак менее чем на 100 обследованных. Это очень большое число. Вот первые два года мы обследовали, диагностировали 46 раков. Люди одни и те же и обследуются не просто специалистами, а высококвалифицированными специалистами. Врач-эндокринолог, врач-узист, которые высокой квалификации люди. И вот они первые два года просмотрели, они не пропустили. Просто тогда не было еще проявлений. Проявления были только в 46. И каждые последующие годы мы выявляли в этих же людей новые случаи. Там 20, 18 за год. Сейчас мы проводим следующий двухгодичный цикл этого обследования. Вот уже два года, за два года выявили в этих же людей еще 25 раков. Ну, все узелки, которые мы обнаруживаем во время двухгодичного обследования, размером выше 5 миллиметров, 0,5, а то даже может, ну, в общем, в основном выше 0,5 миллиметров, все мы их берем на биопсию, вот, и последующий поэтап на обследование. Сразу проводим биопсию и определяем, какие из них. Если доброкачественные, значит, просто наблюдаем. Если же злокачественные, берем на операцию. Вот узелки размером от 0,5. Хотя сейчас пошли раки, даже у очень маленьких узелков, даже 0,3, 0,4. Но, как правило, мы берем, повторяясь, вот, 0,5 миллиметров. У нас раньше тоже было более крупные узелки, особенно вот. Первые два года обследования, вторые это, и мы брали тогда, вот, на биопсию уже узелки, которые 10 миллиметров и выше, вот. А сейчас, так как мы, во-первых, систематически их, они, видимо, еще не успевают вырасти до большой величины. Поэтому мы берем 0,5. И я думаю, что в Японии тоже со временем, вот, появятся и тоже узелки меньших размеров. Потому что те, что больше, уже их выявили, вот. А новые пока подрастут и будут диагностироваться более мелкие. У нас постоянно в районах, вот, у нас по проекту, есть протокол проекта, вот. Есть наиболее пораженные районы. Это в Житомирской области, Народицкий и Обручский, в Киевской области, Иванковский район. И в Черниговской области, там Черниговский, Репкинский и Козелецкий районы. Это наиболее пораженные, они близ, расположенные возле Чернобыльской атомной станции были. Вот, и у нас бригада еженедельно, бригада наших специалистов, находится там на выезде и смотрит этих членов. Мы им рассылаем сначала приглашение. Они приходят туда, это на базе, как правило, районных больниц. И наши специалисты их смотрят. И сюда приезжают, тоже мы их приглашаем. Вы не знаете, в каких дозах примерно? Ну, понятно, что разные. Ну, вот, разные дозы. У нас вот в когорте вот это 15,5 тысяч, значит, есть группы от 0 до 30 миллирентген. Вот, это так, низкая доза. Дальше от 30 до 75, вот, и дальше от 75 до 100 миллирентген. А есть, конечно, и больше дозы, вот, но в среднем вот такие дозы. 8-9 операций в день, 4 операционных дня, от 32 до 36 операций в неделю. 13. Вы халаты заберете, хорошо? Ага, хорошо. Так, все куда и вошли. Ведом? А. Вот тут хорошо видно все корпуса. Вот экспериментальный, клиника, поликлиника. И радио-йонтера. Значит, мы находимся в отделении стационарном, это блок лечения открытыми изотопами на 10 коек. Сейчас лежит 12 человек, там молодые пациенты. Повторный, который проходит курс, лежит девочка 10 лет с метастазами в лёгке, она уже повторный курс проходит. А. 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 Конечно, сначала диагностика пункции, потом операция, через месяц радиоактивный йод, облучение, лучевая терапия, потом назначаем гормончики. А. 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 Регистрировался один случай рака щитовидной железы на 2 миллиона. И у нас такое же было ежегодно на протяжении от 81, 2, 3, 4, 5, регистрировалось на 12 миллионов детей и подростков Украины, где-то до десятка, 8-10 случаев рака щитовидной железы. А йод, я уже говорил, поглощается только клетками щитовидной железы. Поэтому, естественно, что она и среагировала. И ожидалось, по прогнозам, что увеличение заболеваемости будет где-то лет через 10 после Чернобыля. Но оно реализовалось уже через 4 года. И хоть йод радиоактивный распался через 2 месяца после Чернобыля, и уже он не действовал на щитовидную железу, не действовал, не действует и действовать уже не будет. Он распался, его нет. Но то последействие, которое наказал, до сих пор в этих лиц, которые были детьми и подростками, до сих пор продолжается. И сейчас, вот я вам говорил, Рост, сейчас где-то в год оперируется около 900 случаев среди этой популяции, что были тогда детьми и подростками. И причина этого неизвестна. Почему одни среагировали в 90-м году, хотя дозу получили в 86-м, а другие через 25-26 лет. Это науке предстоит еще вопрос решить. Ну, все, может быть индивидуальность какая-то. Японских людей, детей, может быть и есть. Но Николай Дмитриевич вот говорил, что может быть это и не радиогенные раки, понимаете, а просто в результате вот скрининга, более массового обследования, вот, и было выявлено, так сказать, большее количество случаев. Такое тоже может быть. Нам тоже сначала, когда появились первые раки после Чернобыля, говорят, да это у вас лучшая выявляемость. В марте месяца. Вы знаете, латентный период очень небольшой. Очень небольшой. По Чернобылю, вот, по Чернобылю, вот из этого же контингента дети и подростки, 0,18 на момент аварии, мы лишь начали отмечать спустя 3,5-4 года, отмечать увеличение, тенденцию увеличения рака щитовидной железы. До такого порядка. Они медики, да? Они не медики, но они освещают. Ну, я просто хотел бы сказать, ну, понимаете, это чисто медицинские аспекты. Есть, существует, потому что прооперирована девочка или там подросток, когда она уже становится женщиной, и они же получают супрессивные дозы тироксина. Это очень большие дозы тиреоидного гормона, чтобы подавлять тропную функцию гипофиза. Значит, там переходит на заместительную терапию. Потом проходит еще ряд дополнительных процедур, чтобы можно было девочке, женщине сказать, что она может забеременеть. Но это еще раз говорю, это целая система. Это первое. Второе, то, что они должны проходить под наблюдением, быть врача, эндокринолога, врача-хирурга, который оперировал их. Но о качестве жизни я хотел бы вам сказать, что у нас прооперировано около 8 тысяч больных, среди них около 400 девочек, я особо хотел бы это подчеркнуть, это девочки и подростки, которые были на момент аварии, и были прооперированы по поводу рака щитовидной железы. Сегодня каждая из них имеет кто одного, кто двух, кто трех детей. То есть это говорит о качестве, предоставляемой медицинской помощи им. Но здесь я хотел сказать, здесь существует определенная схема и тактика подготовки этих людей к беременности. А с другой стороны, когда женщина уже беременна, этот гормон необходим для формирования плода. Эта доза снижается, переходит с так называемой субпрессивной дозой на заместительную. Я хотел бы особо подчеркнуть, что тиреоидные гормоны играют необычайно важную роль в жизнедеятельности организма человека. И в системе репродуктивной системы, и в системе становления центральной нервной системы. Ну и так далее, тут можно многое предъявить. То, что японские коллеги делают абсолютно правильно. Они взяли эти 350 или 370 тысяч детей и подростков в 00.18 в момент аварии. И им полностью регулярно делают ультрасонографию.